Привет! Как говорится, каждый день чему-то можно научиться. Вам это может показаться смешным. Но я только абсолютно недавно узнал, что неправильно использую сахар в пакетиках. Что его нужно не надрывать сверху, как лузер, а посередине надавить, и он сам рассыпется, как надо. То есть они так и делаются с таким прицелом, чтобы любой пакет с сахаром, такая технология, разламывался ровно посередине. Я вот об этом узнал и жил 25 лет, не зная этого. Вот это как бы мелочи приятные, удивительные каждый день. И еще одну вещь я узнал. Это вообще мало кто знает, оказывается, и мало кто пользуется этим. Это очень интересно. Вот сотовые телефоны. У них обычно всегда такой вот вид. Они все примерно одинаковые. И они все спроектированы телефоном таким образом, чтобы их можно было держать тремя, реже четырьмя пальцами. И один палец всегда свободен. Это же не случайно. Ну, никто не держит так вот. Никто так не разговаривает. Я таких людей не знаю. И сам я так не разговариваю. Это все эргономика. Понимаете? Разные телефоны, а палец всегда свободен. Этому есть объяснение. Когда вы разговариваете по телефону, этим свободным пальцем по замыслу производителей надо ковыряться в носу. Это настолько меня поразило, это знание. А еще больше меня поразило, что никто об этом почти не знает. Только вот редкие люди в метро, когда их встречаешь, они вот так вот по телефону разговаривают и используют эту особенность телефонов. Это очень удобно. Ты говоришь по телефону и одновременно ковыряешься в ноздре. Мы все люди. У нас у всех куча козявок. Это нормально. Что-то щипет в носу. Либо просто скучный разговор. Ну, надо себя чем-то занять. И все вот. Все просто. Можно в любую сторону совершать вращательные движения. Абсолютно в любом разговоре это можно использовать. Например, поддакивание. Да. Признание в любви. Я тебя тоже люблю. Можно сообщить родителям, что ты больше не хочешь их знать в жизни. Мама, не звони мне больше. Что угодно. Я надеюсь, мой совет вам был полезен. Так что пока, ребята. И вы тоже шлите мне свои какие-нибудь удивительные открытия, удивительные знания, которые мало кто использует в жизни. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok